здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских ван я вас приветствую на канале про цветок сегодня я отвечу на часто задаваемый вопрос под нашими роликами о здоровом образе жизни по поводу закисления и ощелачивания организма и заодно коснусь темы можно ли вылечиться от каких-то болезней яблочным уксусом чем он нам полезен является ли это эффективным средством что говорит об этом наука и какова точка зрения биолога внутренняя среда организма является достаточно постоянной это касается и кислотно-щелочного баланса внутри внутри нас у каждого индивидуально работает своя биохимическая лаборатория это даже не лаборатория а настоящий завод который обеспечивает поддержание наших жизненных функций и в том числе этот биохимический завод поддерживает постоянство внутренней среды кислотность внутри нас поддерживается на очень постоянном уровне колебания ее крайне незначительные в организме существуют механизмы которые жестко следят и поддерживают постоянство кислотности внутри нас конечно в разных частях нашего тела в разные периоды нашей жизни происходят колебания этой кислотности организм то закисляется то защелачивается у нас есть мышцы у нас есть кровь у нас есть жировая ткань у нас есть головной мозг каждая из них каждая из этих тканей или частей тела они характеризуются своей собственной кислотностью но колеблется она в очень небольших пределах точно также достаточно сложно и изменить эту кислотность ибо включаются регуляторные механизмы которые не позволяют оказывать существенное влияние на кислотность организма при этом некоторые патологические состояния или особенности питания или особенность образа жизни все-таки могут приводить к тому что наша среда внутри организма или немножечко закисляется или немножечко ощелачивается что же лучше закисление или ощелачивание среды и то и другое является вредным для нашего организма для нашего организма наиболее полезным является поддержание гомеостаза то есть нормального состояния организма однако же для многих людей которые потребляют достаточное количество большое количество сахаров углеводов других мясо особенно если это дело на протяжении десятилетий на протяжении своей жизни на протяжении многих лет употребляют слишком много углеводов и слишком много мяса происходит регулярное подкисление организма она увеличивается это подкисление потом организм его приводит в норму опять вы поели опять увеличилось окисление организма опять организм привел его в норму. Но, к сожалению, я уже сказал, что каждый из нас является индивидуальной биохимической лабораторией со своими достоинствами и недостатками. И у некоторых людей, многих людей, к сожалению, этот процесс может нарушаться, особенно с возрастом, особенно с накоплением каких-то нежелательных продуктов обмена, особенно с накоплением различных нарушений в организме, особенно с возникновением, тут уже сложно сказать, что является причиной следствия, оно всё как цепная реакция, болезни обмена веществ. В этой связи, по многим показаниям, людям рекомендуется немножечко ощелачивать внутреннюю среду. Но главными показателями для ощелачивания внутренней среды является избыточное потребление углеводов и мяса. Почему мясо? Потому что всё-таки мясо, конечно, является белковым продуктом, как и молочные продукты, но всё-таки состав мяса и состав того же творога, как концентрата молочного белка, он отличается. И именно белки мяса приводят к более сильному закислению организма, нежели чем белки молока. Однако употребление большого количества белковой пищи, включая молочные продукты, также не является желательным. Всё должно быть по пирамиде, всё должно быть гармонично. Итак, если вы считаете, что вам необходимо ощелачить организм, то наилучшим способом ощелачивания является употребление кислых фруктов или яблочного уксуса, как некой квинтэссенции этого продукта. Почему именно яблочный уксус даже лучше, чем любые другие фрукты, ну за исключением разве что киви и особенно лимона? Дело в том, что большинство фруктов одновременно с кислотами содержит и значительное количество сахаров. Особенно это касается современных сортов, тех же яблок, апельсин и так далее. Они все достаточно сладкие. И вот когда вы с одной стороны потребляете кислоты для ощелачивания организма, а с другой стороны вы получаете большой заряд быстрых углеводов, глюкозы, фруктозы, сахарозы и сводите буквально на нет все свои усилия по гармонизации внутренней среды организма. Яблочный же уксус содержит по сравнению с даже фруктовыми соками минимальное количество сахаров. Почему? Потому что уксусно-кислые бактерии, которые превратили яблочный сок в яблочный уксус, уже сами употребили эти избыточное количество сахаров, которые содержались в яблочном соке, и превратили их в уксусную, яблочную и другие кислоты. В этой связи здесь имеется пониженное содержание сахаров и повышенное содержание кислот. Вот кто-то мне сразу возразит, чудеса какие-то, нам нужно организм ощелачить, а для ощелачивания организма он рекомендует лимоны, в которых тоже мало сахара содержится, или яблочный уксус, которые являются кислыми. Это же довольно странно. Однако ничего странного здесь нет для тех, кто хорошо в школе изучал химию, помнит ее, ну или сталкивается с этими знаниями в повседневной жизни. Дело в том, что органические кислоты являются слабыми кислотами, а наш организм наполнен ионами щелочных металлов, такими как натрий и калий. Соединение натрия и калия с остатками вот этих вот слабых кислот приводят к образованию щелочных солей, солей, растворов солей с щелочной реакцией. Но это только одна из многих причин, почему потребление слабых кислот, то есть уксусной, яблочной, янтарной и многих других, приводит к формированию щелочной среды. Главное понимать, что именно так это и происходит. Потребление вот таких вот слабых растворов органических слабых кислот приводит к ощелачиванию организма. Какую дозу хорошо принимать и как хорошо принимать? Будете вы принимать этот уксус натощак, или будете вы принимать его во время еды, или будете его использовать при приготовлении еды, для организма не имеет никакого значения. Важно, чтобы внутрь в желудок попали эти самые кислоты. Обычно доза 1 чайная ложка на большой стакан прохладной воды является хорошим питьем, которое необходимо употреблять однократно, например, с утра, или вечером перед сном у тех, у кого крепкий мочевой пузырь, или же в течение дня небольшими порциями для тех, у кого, возможно, желудок тяжело реагирует на потребление сразу большого количества кислых продуктов, может, у кого-то язва, может, у кого-то гастрит с повышенной кислотностью. Хотя известны случаи, когда люди при систематическом потреблении яблочного уксуса, вот таких разбавленных растворов, избавлялись в том числе и от подобного рода заболеваний. Чем еще полезен яблочный уксус? Что нам на сегодняшний день говорит наука? То есть я хочу сейчас отделить там зерна от плевел, да, поскольку если вы откроете интернет, то вам напишите яблочный уксус употребления, и у вас будут десятки тысяч сайтов, на которых будет написано, от каких чудо-болезней является средством вот этот, чудо-средством этот уксус. Однако на сегодняшний день имеются хорошие доказательства, что первое, яблочный уксус помогает снизить уровень сахара у больных диабетом и ни в коем случае не является заменой какой-либо терапии. Однако же для людей, особенно со вторым типом диабета, сахарного диабета является хорошим подспорьем для поддержания нормального уровня глюкозы в крови, поэтому как раз употребление этого уксуса должно быть или вместе с пищей, запивание пищи этим раствором уксуса, или после еды, или через какое-то кратковременное время после еды, потому что как раз в это время уровень сахара повышается резко, и вот яблочный уксус способствует снижению уровня сахара и тех отрицательных эффектов, которые происходят в связи с повышением уровня сахара в крови. И второе – это помощь при похудении. Для людей, которые обладают избыточной массой тела, они могут даже немножко сбросить вес без каких-то диет или дополнительной физической нагрузки, конечно, незначительно, при употреблении, просто систематическом потреблении этих растворов. Но особенно если вы приняли решение изменить свой образ жизни в процессе снижения веса, употреблять меньше калорий и больше двигаться, то яблочный уксус является для вас большим-большим подспорьем. Это связано и с избыточным образованием кетоновых тел внутри организма, и вот потребление разбавленных растворов органических кислот позволяет более эффективно сжигать эти кетоновые тела. Кому интересно, может поинтересоваться в интернете, что это такое, и так далее. То есть механизмы здесь разнообразные, кроме того, что сам по себе яблочный уксус является мочегонным средством, способствует выведению излишней жидкости из организма, благодаря этому он чуть-чуть понижает давление, благодаря вот такому мочегонному эффекту он обогащает организм дополнительным калием, что очень хорошо для сердца, для пожилых людей очень хорошо. Он содержит в себе витамины, продукты различных, различные продукты микробного синтеза. То есть это совершенно натуральный продукт. Главное, чтобы именно натуральный продукт вам и попался. Кроме того, что вы можете употреблять яблочный уксус внутрь, конечно, его хорошо очень употреблять снаружи. Если гненечковые какие-то заболевания кожи вас одолели, если у вас есть проблемы с волосами, они тусклые, если есть проблемы с кожей головы, перхоть и так далее, то очень показано использование ополаскиваний с помощью раствора уксуса в той же пропорции, 1 чайная ложка на стакан воды. Но даже для втирания в кожу головы рекомендуют и более повышенные дозы, такие как столовая ложка на стакан воды, ополаскивание и втирание. Но, конечно, надо предварительно проверить свою реакцию, насколько ваша кожа чувствительна и вынесет такую кислотность. А вообще я знаю, что люди делают маски для головы, для волос, укутывают в чалму, смачивают волосы и кожу головы таким раствором, 1 чайная ложка на стакан воды укутывают и могут ходить с ними целый день и обладают очень хорошими, здоровыми волосами. Для всего этого есть хорошие научные обоснования в том числе. Давайте поговорим о таком способе ощелачивания организма, как сода. Сода после таких утверждений, справедливых утверждений о том, что раковые опухоли не выносят щелочную среду организма, стала чуть ли не панацеей от онкологических заболеваний. При этом где щелочная среда и рак, и где сода, это как отсюда до Юпитера, то есть совершенно разные вещи. Однако же, спекулируя на этих данных, очень многие недобросовестные лекари, целители, некоторые из которых уже сидят в тюрьме за свои пропаганды лечения онкологических заболеваний, соды, за это же деньги берут и так далее. В том числе рекомендации по ощелачиванию организма есть с помощью питьевой соды. Я категорически не рекомендую вам использовать питьевую соду для ощелачивания организма, несмотря на то, что она действительно ощелачивает организм. Причиной этого является то, что на попадание щелочных растворов в желудок реагирует сам желудок очень сильно. Снижается кислотность в желудке, после чего буквально через короткое время желудок реагирует таким образом, что выделяет в желудок огромное количество кислоты. И не дай бог, в этот момент там нет пищи, там нет еды. Вы просто доведете себя до гастрита, до язвы, до каких-то хронических заболеваний, не вылечив при этом абсолютно ничего. При этом не вылечив. Вы просто испортите себе здоровье, испортите себе как минимум желудок. Поэтому соду питьевую пить я категорически вам не советую. А пейте разбавленные кислые растворы, с помощью которых вы также прекрасно ощелачите свой организм. И вкратце скажу о второй стороне медали, о закислении организма. Пытливые умы могут обратиться в интернет и почитать, какие существуют практики в связи с задержкой дыхания, которая приводит как раз к окислению организма. Ведь при задержке дыхания, если мы вдохнем глубоко и на максимальное количество времени задержим дыхание, в организме происходят очень серьезные реакции в достаточно короткий период времени, в том числе закисление. Закисление почему? Потому что углекислый газ растворяется в избытке в крови, а раствор углекислого газа в воде является ничем иным, как угольной кислотой, которая является и причиной повышенной кислотности почвы, в том числе обуславливает почвенную кислотность, но и кислотность нашего организма. Поэтому многие адепты этого способа говорят о том, что и закисление организма иногда является полезным. Пытливые умы могут почитать об этом побольше. Ну а мы это подробно обсудим в наших следующих выпусках. Чтобы их не пропустить, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, вы всегда будете в курсе наших выпусков. Всего хорошего, до встречи!